Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре будет видеорегистратор от торговой марки Carcam модель T900. В принципе с видеорегистраторами этой торговой марки мы знакомились более полугода назад тоже на нашем канале и тогда нам к сожалению пришлось констатировать что из всего модельного ряда это около 10 моделей реально нормальную съемку может обеспечить буквально 1-2 видеорегистратора в данном случае модель T900 это своего рода новинка на тот момент данных видеорегистраторов не было в продаже и я очень сильно надеюсь что эта модель возьмет своего рода матч-реванш и все-таки покажет что видеорегистраторы Carcam могут снимать классное видео прежде чем перейти к обсуждению основных характеристик и функционала хочется несколько слов сказать о качестве материалов и в принципе о самом дизайне выглядит устройство очень круто здесь много разнофактурного пластика здесь пластик тисненный под кожу матовые вставки глянцевый пластик хромированные вставки все сочетается выглядит круто ну и создается впечатление что это какая-нибудь компактная мыльница от хорошо известного бренда по периметру идет можно сказать встроенный стальной бампер он тоже такой полированный хромированный это настоящая железяка на принципе она придает вес устройству я думаю также работает как радиатор для охлаждения ну и в принципе защищает устройство от ударов на тыльной стороне мы можем увидеть 4 дюймовый IPS дисплей кстати в том самом стальном бампере еще нарезанная резьба под крепление на вакуумной присоски и это пожалуй первое и наверное самая основная боль то есть видеорегистратор сделали очень красивым очень качественным он увесистый приятный на ощупь но по нему прям хочется кому-нибудь позвонить или сделать красивый фотоснимок и при этом здесь допотопное крепление на резьбе то есть каждый раз садясь в автомобиль вам нужно будет так вот вращать вот это огромное устройство вокруг своей оси пока она наконец-то надежно не зафиксируется затем если видеорегистратор нужно забрать собой процедуру повторяем в обратном порядке при этом еще нужно не забывать подключать кабель питания потому что магнитное крепление уже с контактной группой сюда не додумались установить помимо ужасного крепления которым лишний раз вспоминать не хочется комплектацию входит usb кабель кабель питания с адаптером на прикуриватель и здесь еще продублирован usb для подзарядки например смартфона также на кабеле есть gps модуль соответственно видеорегистратор может запоминать и записывать свой маршрут ну и пожалуй вишенка на торте это дополнительная камера кстати у камеры есть дополнительная светодиодная подсветка и подсветка также есть у самого видеорегистратора если для камеры наличие такой подсветки еще как-то оправдана то для видеорегистратора я считаю это подсветка абсолютно не нужна то есть включая эту подсветку когда видеорегистратор установлен на лобовом стекле в салоне автомобиля свет от светодиодов будет отражаться от лобового стекла и засвечивать изображение ну и в принципе дальше нескольких метров такая подсветка тоже не светит поэтому она не может конкурировать с фарами автомобиля Единственное применение этой подсветки, если в видеорегистратор нужно снять скрепление и пойти поснимать что-нибудь вокруг автомобиля. Дополнительная камера подключается к видеорегистратору с помощью разъема джек 2,5 мм и изображение выводится в правый верхний угол. Также можно изменить изображение, например на большом экране будет отображаться камера заднего вида, а на маленьком экране основное изображение с видеорегистратора. Либо можно полностью перейти на отображение видео с камеры заднего вида во весь экран. Также на камере есть управляющий провод, если этот провод подключить к фонарю заднего хода, то при включении задней передачи на камере будет включаться светодиодная подсветка, а на дисплее отображаться разметка, то есть камера переходит в режим камеры заднего вида. Благодаря 4-дюймовому IPS дисплею функция камеры заднего вида в данном случае вполне имеет право на жизнь. Дисплей здесь яркий, контрастный, с широкими углами обзора, поэтому все хорошо видно. Также благодаря такому большому дисплею удобно пользоваться меню. Еще мне нравится, как нажимаются кнопки. То есть в принципе видеорегистратор очень такой приятный, ощущается, что устройство качественное. Из всего меню, наверное, стоит обратить внимание на функцию LDVS. Это слежение за дорожной разметкой, но в нашей стране функция мертворожденная. В принципе разметки как не было, так и нет. И еще один интересный момент, это разрешение. То есть заявленное максимальное разрешение Full HD 1920 на 1080. Но мы видим, что в меню можно выбрать разрешение побольше. И собственно, если устройство позволяет установить разрешение побольше, мы воспользовались этой возможностью. Установив разрешение 2304 на 1296, мы отправились кататься в город для того, чтобы сделать запись нескольких дневных и ночных файлов. В принципе днем картинка очень даже впечатляющая. Хороший угол обзора, хорошая цветопередача, детализация и номерные знаки, хорошо различимые с дистанцией 15-20 метров. Ночная видеосъемка в принципе не уступает дневной. Ну естественно из-за недостатка освещения детализация немножко страдает. Но тем не менее номерные знаки хорошо различимы с дистанцией 10-15 метров. Ну и в принципе остальная детализация тоже не подводит. Угол обзора, как я уже упоминал, здесь неплохой. Сейчас ручка на отметке 140 градусов и ее можно сместить практически до отметки 150 градусов. Фактически это где-то 148-150 градусов с учетом того, что трафарет может быть тоже с какой-то погрешностью. Итак, подведение итога. Можно сказать, что модель Т900 в принципе справилась со своей задачей и взяла матч-реванш в плане качества съемки. Но здесь все-таки есть еще небольшие косяки, которые требуют доработки. И пожалуй самой существенной доработки требует крепления. Мне хотелось бы видеть здесь более современное и более удобное крепление. Также меня немножко смущают габариты девайса, но они в принципе оправданы огромным 4-дюймовым дисплеем, который в свою очередь оправдан наличием камеры заднего вида. Поэтому на большие габариты видеорегистратора и даже относительно немаленький вес можно закрыть глаза. Особенно с учетом того, что несмотря на длинный рычаг крепления, на неровных дорогах стабилизация изображения работает отлично и в принципе картинка не плывет. На этом собственно говоря как обычно все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok